МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Часть мероприятия олимпийского уикенда мы проводим в спортивном лагере «Динамо» и, так скажем, для ребят, которые находятся в спортивном лагере. А вторая и основная часть – вот здесь, у магазина «Океан», на нашей традиционной площадке. Вдоль набережной расположились различные спортивные зоны на любой вкус. Для начала размялись на массовой зарядке. Дружки урожения внутрь. Раз, два, три, четыре, пять. Итак, ну что, друзья, присоединяйтесь, все. Затем выполнили нормативы ГТО. Поехали. Юниоры представили омичам показательные выступления. Каратэ, тэквондо, бокс, акробатика. Профессиональные спортсмены показали свой высший класс. Тяжелоатлеты из Лиги силового экстрима, как всегда, поразили публику своей программой. Я просто сама спортсменка, очень люблю спорт. Спорт – это жизнь. И поэтому решила прийти, посмотреть на спортсменов, очень удивляясь их силе. Попробовать свои силы в переворачивании тракторных покрышек вызвались и бесстрашные бойцы школьного трудового отряда. Массу в 160 килограммов смогли одолеть только вдвоем. Покрышку в 340 – в четвером, показав блестящую командную работу. Официально Всероссийский Олимпийский день посвящен летней юношеской олимпиаде Аргентина-2018. Но по сути настроение пришедших на праздник было сформировано другими, более важными для всех нас играми. Сейчас по всей стране проходит чемпионат мира и тоже хочется приобщиться к спорту, не отставать от всей страны. Ну и плюс такой хороший летний день, нельзя отставать от толпы, хочется заняться спортом, быть мы же молодые, активные, все здорово. Ну и также мы считаем, что в принципе человек невозможен без спорта и так далее, потому что спорт – это жизнь. И мы решили тоже присоединиться и вообще быть в курсе спортивных мероприятий. Милым дополнением к спортивному празднику стало присутствие четвероногих друзей из центра «Лапу Друг». Лохматые продемонстрировали канистерапию на деле, чем привлекли немало желающих вступить в совместную игру.